Книги Здесь можно найти книги на языке Брайля, которые были созданы вручную. Эта технология сохранилась и сегодня. Это очень сложная и кропотливая работа, поэтому большого количества книг ручным способом издать нельзя. Иногда Галина Павловна все еще берется за иголку и металлическую рамку с трафаретом, но это скорее ее хобби. Сейчас книги печатает специальный принтер, который переводит обычный текст в рельефно-точечный. Чтобы люди с проблемным зрением могли иметь большее представление о содержании книги и о ее героях, на страницы добавляют иллюстрации, но не простые. На специальную вспучивающую бумагу наносится изображение. В специальной печи оно нагревается до высокой температуры и становится выпуклым, чтобы изображение можно было увидеть пальцами. При определенной температуре именно вот эти рельефы все вспучиваются. Рисунок делается рельефным. То есть уже незрячие могут по этому рельефу узнать, что здесь изображено. Еще одна разновидность книг для слабовидящих и незрячих – аудиокниги. В Красноярской краевой библиотеке есть оборудованная студия звукозаписи, где буквы начинают звучать. Каждый день Вера Николаевна читает и записывает на диске сказки, романы и биографии известных людей. Эти записи люди с проблемным зрением часто берут для прослушивания дома. В библиотеке их может взять каждый желающий на одну-две недели по абонементу. Ориентировка и мобильность на знакомых и незнакомых улицах. Люди с плохим зрением часто передвигаются медленно. Ребятишек с проблемным зрением отдают в специализированные детские сады для слабовидящих. В нашем городе они есть практически в каждом районе. Правда, здесь говорят, не все родители обращают внимание на проблему. Многие пытаются справиться с ней самостоятельно. В детском саду на помощь приходят объемные игрушки. Все они ярких цветов и различных фактур. С их помощью детки развивают свои тактильные ощущения и моторику. Также есть специализированная литература с крупным шрифтом, объемными рисунками и книжки, которые сами говорят. С детишками занимаются не только преподаватели, но и врачи, что помогает улучшить зрение ребенка. В этом детском саду есть компьютер со специальной программой, которая направлена на восстановление зрения и на работу с речью. Детки занимаются каждый день. Уже в средней группе врачи и педагоги замечают прогресс. Хорошо, что и в нашем городе у слабовидящих людей есть возможность постигать науки, отправляться в походы с Дон Кихотом и узнавать историю своей страны.